Мы сегодня уже вспоминали по поводу того, в каких конкретно регионах были взрывы, но, пожалуй, самым ярким из них был, конечно же, Псков. Так вот, по сообщениям ГУР МО, 4 Ил-76 уничтожено, еще два самолета этого типа. Как это по-русски? Забыл это слово. Повреждены. Повреждены, спасибо большое. Повреждены. Скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите на произошедшее? Ни тревоги никакой, ни сигналов, ни заявлений нет от кого. Ни Путин вышел и сказал, вот объявляем войну НАТО или войну Украине. Ни Шойгу ничего не сказал, ни Герасим. Все молчат. Песков вышел, говорит, ну мы будем продолжать СВО, чтобы в дальнейшем искоренить всю террористическую угрозу из киевского неонацистского режима. Ну, я бы не сказал, что все так тихо. У всяких урав-патриотов истерика сегодня с утра мощнейшая. Они, типа Соловьева всякого, Холмогорова и прочего, они грозятся уничтожить республики Балтии. У них сейчас новый враг, старый, конечно же, враг, но оживились они в этом направлении. Они уже тут грозят стереть земли Таллина и так далее, Ревельнаш и что-то в этом роде. В общем, у патриотов истерика, а обыватели, которые, в общем-то, ограничены в своих познаниях тем, что им передают по телевизору, их, видимо, приказано держать в состоянии обычного полусна, чтобы их не сильно будить, не сильно будировать, их не сильно возбуждать. Пускай они будут в полусне. Поэтому пропаганда особо по этому поводу пока, по крайней мере, не свирепствует. Ну, хорошо, а вот когда Соловьев говорит о том, что нахрен там стереть с лица земли Прибалтику, страны Балтии, потому что конкретно с Эстонией или там Литвы или Латвии были запущены эти беспилотники, до Украины 700 километров, это в принципе невозможно, НАТО вступает в войну. Так, а это вот для внутренней аудитории, скорее всего, да? Или это просто Соловьев, это просто дурачок, который вот это все нахрен стереть с лица земли, или уничтожить сопли, слюна и прочее, прочее. То есть здесь нечем удивляться. Ну, во-первых, конечно, и второй тоже имеет место быть. Он вошел в роль Соловьев уже. Он сам-то человек абсолютно безидейный и в хорошем и в плохом смысле этого слова абсолютно циничный. Он даже не идейный какой-то там урап русский, урап патриот. Абсолютно нет. Он абсолютный конъюнктурщик, конформист и человек, который просто всегда занимался тем, что зарабатывал деньги любыми средствами, причем и незаконными тоже. Я еще жил в России, да, это уже давным-давно было, и даже работал во всяких там сферах, да, информационных и прочих. Всем было известно тогда еще в нулевые годы, что, значит, Соловьев за то, чтобы взять человека в свою программу, чтобы его раскрутить, берет бабки, берет, причем очень приличные. Это стоило десятки тысяч долларов попасть Соловьеву в программу, чтобы он дал тебе слово, показал крупным планом и так далее, и так далее. Провинциальные политики всякие второго ряда и бизнесмены с деньгами, но без головы, они с удовольствием ему башляли и выходили, значит, в роли его актеров на подиум. Значит, ну, чтобы засветиться, чтобы показать себя начальству, там же все еще и тогда передавали полушепотом, что программу Соловьева сам Путин смотрит, типа, забошляя Соловьева, тебя Путин заметит и в груб, к сожалению, не сходя, благословит. В общем, это все циничнейший человек, но он вошел в роль, он же вошел, он чувствует себя актером, он же вошел в роль такого ястреба, грозного ястреба, который угрожает всему миру. Например, та же история с Безумным Медведевым. Только Медведев, видимо, на водке сидит, а Соловьев на коксе. Я хотел вот полюбопытствовать, как вы считаете, к каким-либо последствиям все это может привести или нет? К каким-то активностям, к изменению на фронте, в том числе, к реакции со стороны властей Российской Федерации? Ну, я думаю, что это не изолированное какое-то, значит, не изолированное действие какое-то, не изолированное событие, а это часть усиливающейся, очевидно, совершенно активности Украины, направленное на поражение военных объектов на территории страны-агрессор. Значит, это мы видим, то есть это как бы такой процесс, он связан, видимо, с увеличением количества дронов, увеличением возможностей их производства. И я думаю, что все будет продолжаться, и только наращивать усилия в этом направлении Украина будет. Естественно, одно какое-то событие можно проигнорировать, ну, не заметьте его. Но если они начнут, значит, постоянно эти дроны падать на военных, значит, аэропортах там и так далее, российских, то это будет, конечно, во-первых, с военной точки зрения мощный удар по российской военной машине, это во-первых. Ну, и психологически давление будет нарастать, усиливаться. Вначале россияне, я вот, ну, как бы общаюсь, слежу за ситуацией, они как-то так спокойно, более-менее, это восприняли, чуть не с юмором. Ну, вот какие-то, значит, дроны тут прилетели, что-то такое. Но вечер перестает быть томным, да, и ситуация начинает уже приобретать такой, да, я бы сказал, пугающий характер. Я думаю, что если усилие будет наращиваться, то и воздействие будет усиливаться. Произойдет переход количества подобных событий в некое качество. И, опять-таки, при условии, если усилие в этом направлении со стороны Украины будет наращиваться. И, вполне вероятно, это нанесет удар не только по военным силам, да, российским, но и по стабильности, политической стабильности российского режима. А ведь еще, заметьте, скоро выборов в начале будущего года, так называемые, конечно, выборы, тем не менее, это шоу должно пройти в таких, знаешь, багровых тонах. То есть все должно быть хорошо. А здесь, как я уже сказал, совсем не до этого будет, не до выборов, не до имитации, вернее, выборов властям. Если у них там все время будет что-то взрываться под боком. Игорь, смотрели вчера, ну, или читали, возможно, за тем, как происходила вчера церемония прощания с Пригожиным, как это все было устроено, где мы его будем хоронить, непонятно, на одном, на другом кладбище, все закрыто, приехала какие-то спец, в общем, какая-то полиция приехала, все было ограждено, про маму его пишут и так далее. То есть все без почести, без выстрелов героя России похоронили. Почему все так было? То есть почему все конкретно так происходило, как вы думаете? Надо сказать что-то интересное тоже момент. Опять российская пропаганда облажалась. То есть получается как? С одной стороны, пропагандисты утверждают, что Пригожина убили какие-то враги, то есть украинцы, там, не знаю, американцы, кто угодно. Только не Путин, только не Путин. Но если он и его, значит, ребята, да, эти ребята-бандиты, то есть Уткинс-компания, они их, значит, убили враги, то теоретически, значит, их должны хоронить с почестями. То есть там Путин должен рвать на себя рубашку прямо, выступая у гроба Пригожина или Уткина, и говорить, что отомстим, не забудем, не простим, и все такое. А получается так, что их там просто зарыли, как каких-то дворовых собак. Вообще, значит, совершенно тайно, да. То есть таким образом даже самый тупой обыватель, какой-то когнитивный диссонанс у него в голове должен возникнуть. Что с какого хрена, почему так, если это враги? Если это Путин убил, то понятно, что раз убил Путин, убила государственная власть, то какие могут быть почести? Но это же тогда полное, значит, противоречие всем усилиям российской пропаганды последних дней, чтобы отвести от Кремля, от Путина ответственность за это убийство. Так что это очередное, знаете, зерно сомнения в мозги даже самых тупоголовых ватников заложенных, которые, кстати, многие очень большие поклонники этого Пригожина. Что касается, да, эти, конечно, клоунады с похоронами, но это действительно клоунады. Это же, что называется, да, абсолютно. Я даже считал такие версии в тот момент, ну, шутка, конечно, что сейчас двойников Пригожина тоже срочно убьют и захоронят на разных кладбищах в Петербурге, чтобы никто не знал, где конкретно и реально похоронен Пригожин. Да, но, в общем, мне всё-таки, видимо, двойникам повезло, они живы, а Пригожина, видимо, зарыли на этом кладбище, на котором и объявили, не помню его название. Вот, но тут есть интересный момент. Продолжаются же намёки, что он жив. Продолжаются намёки. Для чего это делается, я не знаю. Смотрите, даже на его, ну, рядом с его могилой стихи, известные Бродского, были, значит, как вывешены, изображены. И там, в этих стихах, я не помню на память, значит, но там смысл такой был, что, ну, там речь идёт о Христе, конечно, но, тем не менее, что непонятно, в общем, жив ты или мёртвый, это даже не непонятно, а это не имеет значения. Жив ты или мёртвый, это не имеет значения. Вот, то есть намёк определённый есть, даже в этих стихах. Дальше я тут вступил, значит, ну, анонимно, естественно, через там левый аккаунт в закрытую группу в Телеграме Вагнеровскую. Они там с утра до вечера постят, что не с уверенностью, что, типа, батька жив и всё, классно. Нет. Но почему Пригожин может жить, быть живым, и почему это может быть инсценировкой? Дальше всякие приводят разнообразные аргументы. Не сказать, что они сильно, значит, убедительные, тем не менее, эти ребята, то есть это, видимо, фанаты Вагнеровцев, а, вероятно, и какие-то люди, которые там служили, они там лайкают, то есть они ждут второго пришествия Пригожина, да, то есть Пригожин должен после похорон, видимо, воскреснуть на третий день и вознестись, а потом прийти второй раз, они его ждут. Значит, комментировать, конечно, это всё сложно. Нет, честно говоря, не верится, что он жив, потому что это требовало бы, сам он бы мог, конечно, скрыться, теоретически, да, но это требовало участия Кремля в этом всём, причём активнейшего, потому что они же всю эту версию подтвердили, а Кремлю, мне кажется, проще убить Пригожина, чем имитировать его смерть. Вы знаете, что интересно? Интересно, Бразилия, значит, просится принять участие в расследовании, а Песков говорит, нет, это невозможно, международного расследования не будет, он говорит, что расследование ведётся, этим занимается Следственный комитет, и это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может. Слушайте, а в чём проблема? В чём причина? Ну, хорошо, ваше внутреннее, так а почему оно не может стать международным? Ну, сколько же вопросов к вам, в первую очередь, почему оно не может стать международным, чего вам скрывать? Ну, это понятно, конечно, чего им скрывать, мы-то с вами понимаем, что они просто боятся, что международное расследование докажет, что этот самолёт был взорван или сбит, причём явно с участием российских властей. Но они, тем не менее, скажем так, правда всё равно выйдет наружу, потому что это такой масштабный, в общем-то, террористический акт, он требует участия большого количества людей, и, может быть, не сразу, но кто-то из них наверняка проболтается, кого-то прижмут где-то, и я думаю, что правда, конечно, выйдет наружу. Тем более я думаю, что люди, которые были связаны с Пригожным, они тоже сейчас не сидят на месте, хотели бы наверняка отомстить. Я думаю, что они будут пытаться каким-то образом мстить, и это не один человек, а множество людей. Так что я думаю, правда всё равно выйдет наружу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!